Добрый день, дорогие друзья! С вами Мария Карфинская, студия Новая Планетарная Телевидение Южной Индии. Опять я с балкончика своего дома разговариваю с вами. И тема сегодня очень-очень важна. Я говорила, что мы идем мимо края бездны, по краешку бездны, идем в мир мечты Пушкина. И я сегодня хочу рассказать вам, кого же засасывают в эту бездну. И вы сейчас все-все поймете, кто туда попадает. А внизу будет ролик, который вы обязательно посмотрите, потому что я, когда его посмотрела, я подтверждаю, что это так, потому что я тоже это видела. Когда-то, очень давно, много-много лет назад, мне показали астрал. И в этом астрале, как под стеклом я смотрела, там люди друг друга все время все отбирают. Ну вот то, что я видела, как-то одеяло рвут на части. Вот, и тогда я узнала, что такое астрал, вот в то время. А потом еще мне позже показали, вот этот огонь, когда человек скатывается в эту рассвершуюся бездну, она сегодня раскрытая. И катится туда, в этот огонь. И вот все, что говорит этот человек, это правда. И он там горит, и как бы это в глубине земли, и отапливает землю. Так что же отапливает землю, и почему человек туда попадает? Он говорит, что нужно принять Иисуса Христа. Ну принять, что значит принять? Нужно понять одну простую вещь. И я сейчас вам скажу. Ведь сказано, чтобы никакие магии, шмагии, чародействия и прочее не очаровали вас. Так вот, физическое тело имеет, помимо своего физической плоти, оно имеет ум, и оно, и его душа, это астрал. Душа физического тела, астрал. Все вот эти иллюминаты, которые употребляют там кровь младенцев, это они пытаются продлить жизнь своего физического тела через астрал. Потому что астрал подпитывает физическое тело. И я хочу сказать, что никакого отношения к духовности это не имеет. И поэтому сейчас услышьте меня самое главное. Все практики технологические, которые открывают чакры, с помощью которых вы обретаете каких-то ситх, чудеса, я не знаю, все, все, что угодно, все это на самом деле астрал. И усиливая свой астрал, проходя разные практики, вы только сами себя уже сами готовите для этого ада. Поэтому никакие практики, какая-нибудь бабушка, живущая в деревне, которая просто добрая, понимаете, у нее внутри сердца душа есть, она вот живет душой, она никаких знаний не имеет вот этих, и никаких практик не применяла, и никаких чакр не открывала, она попадет в мир, в рай. А эти люди, которые открывали все и открыли в себе семь сфер, вот знаете, таких, даже они могут лучиться, эти сферы вокруг человека. И все за такими людьми гоняются, а те называют себя учителями, там еще кем-то. Все эти люди, это уже адские сущности, потому что бездна затягивает именно астрал. Это следующее тело человека, еще раз, душа, которая относится к телу. И лучше бы на земле не иметь этого астрала вообще, избавиться от него. Когда-то в девяносто восемьдесят девятом году я пережила клиническую смерть, и после того, как я ее пережила, у меня весь астрал исчез. И, как видите, я жива и прекрасно себя чувствую. И я еще всем вам рассказывала такую историю, что вот женщине дали возможность решить задачку. Перед ней поставили двух мужчин. Один весь был лучезарный, и всеми чакрами своими светился разными цветами радуги. А другой был черный, сгоревший, и внутри у него была маленькая светлая точка, а у того внутри маленькая черная точка. Вот и ребенок правильно выбрал вот этого сгоревшего. Спасает душу тот, кто ее потеряет, сказал Иисус. Почему? Потому что если ты потратил себя, все свои силы, силы своего тела физического, весь свой организм на то, чтобы помогать людям, чтобы делать добро, и ты по природе добрый, и вот как Иванушка. Знаете, я все время делаю упор, никто же даже не реагирует. Говорю, Шиван Бог, он же великий Иван, Иванушка. Прочитайте про Ивана, узнайте про Шивана, и вы увидите, что это наивная доброта, что это вот такой вот душа, человек-душа. А люди гоняются за теми гуру, которые источники, как это сказать, из ада, называется, вышли из ада, и в ад уйдут. И они сегодня учат людей. Сейчас мы тебе откроем чакры, сейчас ты весь... Но дело в том, что человек, который занимается такими практиками собственными, он эгоист на самом деле, он для других ничего не сделает. Он даже не способен сделать для других. Он наращивает вот эту свою вокруг себя эти сферы. Ну, нарастил ты эти семь сфер. Вот они тебя и затащат в этот ад, где ты будешь гореть, вот как этот человек. Прослушайте внимательно, не пугайтесь только, потому что мы с вами идем мимо этих окон Авертона, по этому краю этой бездны разверзлась. Сегодня она разверзлась, надо это понимать. Я это вижу, я это чувствую, я это понимаю. Мы идем в мир мечты Пушкина на остров Буян. Мы идем в мир мечты Иисуса Христа. Мы идем в мир мечты Бога Творца. Мы идем в мир сказок, где царствует великий Иван. Вот, услышьте меня, дорогие мои. Все вот эти технологические практики, все эти гуру, которые на каждом шагу вас учат чему-то, отвергните их всех, забудьте, отрекитесь от них. И скажите, мне это не нужно. Я буду сейчас особенно, я хочу помогать людям. И я хочу жить ради человечества, ради природы, ради планеты Земля. Ну, они же придумали даже, типа, ради планеты, там, какие-то всякие левые медитации, которые никуда и ничего не ведут, начинают заявления какие-то делать. На самом деле это тоже все какое-то левое, где вы садитесь все вместе там или не вместе и начинаете там на что-то медитировать. Я видела, когда-то я была в Киеве, там тоже брались за руки или в круг становились, и там что-то такое с землей делали, я уже не помню, типа хорошее. В это время открывался ад, и оттуда выходили разные демонические сущности. Я это видела, меня тоже поставили в круг, но тут подошел алкоголик, как бы схватил меня за руку и вырвал из этого круга, спас меня. Вот, поэтому, дорогие друзья, вот это поймите, прочувствуйте, что я сказала. Еще раз, душа физического тела и ум физического тела и само тело не есть то, что сотворено истинным Творцом. Истинная душа находится глубоко внутри, и это то, что является собой и доброту, и любовь, и истинную радость, и все такое. О чем я все время с вами говорю. И это есть мир мечты. Поэтому я вас предупреждаю всех, и вы передайте тоже. Не надо никаких практик, не надо ничего этого сейчас. Сейчас уже идет экзамен на вашу душу. Поэтому пусть она проявится, вот эта ваша лучезарная сущность, душа, а не вот это сияние сфер, пустое, никуда не годное. И сейчас, когда я вижу, как один мой, не буду, один знакомый там болеет коронавирусом и рассказывает признаки его, такое ощущение, что как будто он уже в преддверии ада. И поэтому астральное тело человека, наработанное, это и есть преддверие ада. Именно через этот астрал человека и утягивает туда, в ад. Все, спасибо. С вами была Мария Карпинская. Всего вам доброго. Надеюсь, вы меня поняли.